Так, вопрос от Александра Справедливого. Заявление Путина означает, что он отказался от победы. Почему кремлевский режим объявляет заведомо невыполнимые свои требования накануне саммита мира? Хэнд пинг, вэйвинг. Ну, не знаю, чем он там размахивает. Вопрос, мне кажется, такой. У них план А, продемонстрировать, что он пойдет до конца. Но тут это правда. Он будет воевать до последнего россиянина, а россияне уже сильно не хотят. И х**ть они тоже не хотят. Ну и в некотором роде это перефраз, мне кажется, позиции Владимира Зеленского, как кандидата в президенты, когда он сказал, что может где-то договоримся посередине. Так вот он сейчас вот выдвигает такие типа суперцели, суперзадачу. Мол, а середина это там, где сейчас проходит линия фронта. Но если у нас будут самолеты и бомбы, то почему бы ими не отправить в ад навстречу с Пригожиным энное количество российских солдат и офицеров? Какое энное? Путин сказал, что 700 тысяч их всего-то. Ну, на украинской земле, ну и плюс в областях, с которыми мы граничим. Ну, что ж, раз им жить не хочется, раз им жизнь не мила, то, как говорится, это их выбор. Значит, я вот записал видео, ссылочку на которое я уже бросал в чатик. И почему-то вспомнилась цитата товарища Пригожина. А что делать, если окажется, не то, что не до царь голый, а если окажется, что дедушка сказочный мудак? Многие подзабыли и о Пригожине, и об этой его цитате. Но пришло время об этом всем напомнить. Что у нас еще по вопросам? Павел Шипиленко. Как вы считаете, Роман, чем может закончиться эта кровавая война? Капитуляция одной из сторон? Или все же лучше закончить договорничком? Ну, что вы подразумеваете под этим делом? Значит, война это уже, как это ни странно прозвучит, и страшно. Война это уже выграно Украиной. Сейчас Манничелла может рассказывать, что он в Киев поперся для того, чтобы, я не знаю, понасиловать Бучу. Нет, он хотел привезти Медведчука в Киев. И сделать оккупационную администрацию не только в ряде захваченных территорий, а над всей нашей прекрасной страной. Нашей страной цветочком. Нет, страной-воином. Вот чего они хотели. Это недостижимо. Все это понимают. Вопрос стоит, удастся ли маньяку, то, что называется, продать своему люмпину ничью. Что вот мы тут пришли, росли земелькой, там приросли земелькой, и все вроде бы неплохо. Вот побили украинцам на электростанции, и еще там что-то сделали. Экстрастанции отстроимые. Причем оно все будет модернизированное, и энергоэффективное, а не советское, и то, что давно требовало ремонта, или замены. И вот эта вот формулировка, Павел, закончить договорничком, с кем договариваться? С кем можно договариваться? Маньяк, он просто всячески демонстрирует такие вещи, от которых даже венгер Орбан прижимает хвост свой. Понимаете, вот сейчас там во Франции меняется политика, ну, может измениться политика, потому что там Мария Липен, там ультраправые возьмут больше голосов, и всякое такое. Но после всего, что было сделано российскими нацистами, даже вот эта категория западных политиков, они кардинально не смогут изменить расклады. Понимаете? Не смогут. Потому что есть, во-первых, интересы государств, но и направление движения той же Франции. Чтобы просто так развернуть на 80 градусов, потому что так хочется Путину, этого не сможет сделать ни Липен, ни Трамп, если, конечно, его изберут. Нет, тут не об этом речь. Поэтому договариваться, а по сути не с кем. Что касается капитуляции одной из сторон, может фронт застыть действительно на каком-то этапе? Я знаю, что мне не нравится, что предлагаясь за российскими фашистами оставить нашу территорию? Нет. Я просто смотрю, реально, если будут большое количество бомб и ССФ-16, ну так потом отдадим Воронеж на реконструкцию китайским братьям. А если не будет? Ну, скорее всего, будет, потому что так работает этот каток. И хочется маньяку сказать, что когда ты призываешь европейские оборонные компании не увеличить количество производства боеприпасов 155-го калибра, дедок кремлевский, ты уже опоздал, это уже произошло. Там чешская инициатива начала работать, тоже боеприпасы начали поставлять, новые боеприпасы делают нон-стоп. К концу этого года Европа будет производить 2 миллиона боеприпасов в год, и Соединенные Штаты тоже 2 миллиона боеприпасов в год. Там не только 155-й калибр, но, слушайте, они все разогнали. Тем более, что-то мне подсказывает, что масса государств на фоне этого они сфокусируются не только на артиллерии, а развивают свои бомбы, ракеты. Ну, так, на случай того, что вдруг Байден передумает и скажет, знаете, я казал, ну, не буду тут в шоу-то превращать, я говорю о том, что по Москве нельзя, по Кремлю нельзя, а потом он выйдет и скажет, вы знаете, я передумал. Он такой все-таки ***-щина, этот Владимир Путин, что давайте полный контакт, бомбить, бомбить и бомбить. Так что война продолжается. Я просто, знаете, тут одного деятеля недавно услышал, который говорит, вот, все закончится тем, что всех украинцев перебьют, будет еще ужасное поражение. Риски колоссальные, правда. Только, знаете, в чем дело? Вот есть люди, использованные резиновые, ну, или какие-то другие изделия, они же до этого могли с полной уверенностью, не моргая, говорить о том, что Путин не возьмет больше ни одного города. А теперь эти же люди говорят о том, что будет еще хуже. Так вот хочется сказать, что эта конкретная группа людей меняется, а Украина нет. Нет. У нас как была ценность, наша страна, так она и осталась. Ну, мне кажется, это неоспоримо и понятно. Так, Юлия Галенко пишет. Можно теперь надеяться, что наши партнеры перестанут осторожничать окончательно. Так хочется надеяться, что мы вышли на прямой шлях до перемоги. Ну, видите, даже президент Зеленский сказал, что на следующем саммите мира мы готовы, как бы, заканчивать войну. В один момент никто все эти ограничения снимать не будет. Это надо признать, это правда. Но они же вот так сильно изменились. Вот, понимаете, даже Байден говорит, ну, по Москве, да, нельзя, ну, 200 километров, 200 миль, а это 310 километров. Ну, ладно. В случае чего, навалите их всех. А что это значит, 200 миль? Это 310 километров, это, ну, там, в куче жирнющих целей. Там все вот эти С-300, ну, ну, и вообще, ультиматум Путина на фоне того, что происходит с российскими ПВО, ну, давайте еще раз просто зафиксируем. Штаты поставили нам старющие атаканцы. Ну, правда. Им, ну, как минимум, ну, лет 30. Ну, то есть, это добротные, крутые ракеты. Сама война это показывает, высокоточные. Но, понимаете, я вот не слышал такого, чтобы Байден выходил на трибуну, или кто-то из других американских президентов, которые были за эти 30 лет, и говорили, у нас есть не имеющие в мире аналогов атаканцы, бойте нас, бойтесь, потому что мы придем и мы вас всех накажем. Кто-то слышал хоть раз что-то подобное? Нет. А тут Владимир Путин, 25 лет последних, рассказывал о том, что у него все не имеет аналогов. Так? Так. И получается, что старющие американские ракеты с украинским акцентом выносят не имеющие аналоги комплексы ПВО, которые, ну, судя, как это по логике, чисто теоретически должны были эти ракеты сбивать. Ну, они сбивают, ну, как бы потом все горит, плавится, и нам это нравится. Ну, как-то так. Война в болотах стоит знатно. Как это тут говорят, что ссылка на МОНа не просует. А что ж она не просует? Я только что пробовал. А, там с большой вероятностью ее надо подвинуть. Знаете, вот если мы... Ой, не меня подвинуть, а вот там может быть что-то... Так, секундочку. Секундочку. Ну, я же наводил, просто я не на экране, а в программе АБС это делал. Давайте попробуем так. Ну, в любом случае, реквизиты, они все есть. Я надеюсь, что вы, как люди все взрослые, понимающие ситуацию, найдете способ, как это все дело пополнить все эти баночки. Да. Вот. Далее. И это все происходит, когда F-16 еще не прилетели. Как мне нравится читать вот эти вот тексты. там Юлия Нарепки из Бильда, который всякого писал разного. А теперь он говорит, вы знаете, украинцы поменяли тактику, в ожидании комплексов ПВО, они... в F-16 они решили вынести все российские ПВО, не имеющие аналогов. Я вот это вот думаю. Эрдоган на это смотрит и думает, бляха-муха, как я мог вообще повестись на этого барана, кремлевского, измените все меня, бараны, этой планеты. Напарил эти 6-400. А как выяснилось, это гигантские трубы, и эффективность их абсолютно не доказана и условно. Давайте смотрим, что еще. Дмитрий Рамзес пишет, как вы думаете, хватит ли ума у Зибелона, наверное, у Зеленского не сдавать Запорожье и Херсон? Ну, во-первых, я отвергаю вашу формулировку. У нас президент Украины Зеленский. И я предлагаю всем исходить именно из этого. Во-первых, меня даже не это возмутило, товарищ Рамзес Дмитрий. Рамзес, вы или нет, я не знаю. С большой вероятностью, что нифига. Что значит сдавать? У меня тут моя соседка как-то они как раз из Донецкой области бежали и как-то мне задал вопрос такой, а что вот это? было, когда были бои за Лисичанск. Она говорит, а что еще сдадут, кроме Лисичанской, я ей говорю, вы не имеете права формулировать это так, как сдавать. Не имеете просто права. Вы тут находитесь в безопасном Киеве. Сдавать это отступить, сдать без боя. А вообще-то в этих боях что происходит? Происходит крушение российского мифа. Но это было тогда более года назад. Сейчас этот миф разрушен очень давно. И все это понимают. И китайские товарищи, и не только. Поэтому я попрошу выбирать выражение. Я прекрасно понимаю, что у нас Зеленского могут любить не все. И это ваше право. Но воюет украинская армия. И в этой украинской армии украинцы и украинский народ. И они ничего не сдают. Не сдают. Бывают, когда приходится отступать, отводить войска. Но это не сдача. Запомните эти определения и никогда не путайте. А то у нас тут этих диванных экспертов очень много. Ни один солдат, который гражданин, который хоть чуть-чуть соприкасается с армией и понимает, как это все происходит, никогда не использует это слово сдавать. Сдавать будет Путин в Воронеж нам. для насильственной украинизации. С другой стороны, есть мнение, что там все пойдет достаточно проще, просто, и мы со всем справимся. Так, Дмитрий, я надеюсь, вы уяснили. как подписанный зритель моего канала, сейчас проверите подписку, не подписку, и подписку проверите, поставите колокольчик, я вам объясню, какие использовать правильное определение, потому что если вы где-нибудь в окружении военных что-то подобное сформулируете, потом не обижайтесь, что вас не мобилизируют. Сергей Патайя, пана Романна, на вашу думку, у кого если это наступный саммит, если с Зеленским не будет подписан жодных угод, что говорится про проведение выборов в Украине, что гейша пиды до Кобзона. Не знаю, что я не все тут понимаю, извините, сегодня, какая гейша, если гейша плохая, то пойдет Кобзону без вопросов. Как определить гейша плохая или хорошая? Если эти люди обслуживают российское военное вторжение или в нем принимают личное участие, значит, человек плохой, редиска, Кобзону вне очереди, оформит билеты перед входом лично пригожим. Говорить о втором саммите в обозримом будущем, мне кажется, не приходится. Я так понимаю, у Путина сейчас будет идея такая, кинуть все силы как-то попробовать протащить Трампа в Белый дом, будут всякую чушь публиковать в Твиттере Илона Маска на других американских платформах. Во-первых, не факт, что это получится, и не факт, если это получится, что это что-то даст Владимиру Путину. До выборов они будут это как-то тянуть. Далее, что касается каких-то подписей с российской стороной, может получиться, знаете как? Как с зерновой угодой. У нас как-то об этом документе подзабыли, да? А было совсем недавно, когда российские монстры, российские монстры Триколор проверяли наши суда, которые вывозили зерно, проверяли, тормозили процессы, еще что-то. Причем это было уже после того, как ракетный крейсер Москва утонул. И многие там на болотах, им конечно было очень неприятно, но они подумали, что наверное это случайность, как они говорят, повезло. Они нас на букву Х называют, странно почему, потому что на букву Х много хороших слов начинается, например хлеб, но и фамилия президента России тоже начинается не на букву П, а на букву Х. Так вот, почему я вспомнил про эту зерновую воду? Там был такой момент, что никаких соглашений с Рашкой подписано не было. Они что-то подписали с ООН и мы подписали соответствующий документ с ООН. Никаких двусторонних договоренностей не было. Все через посредника это делалось. Так внимание, как вы думаете, почему никто не вспоминает о этой формуле? Зерновой в целом инициативе не вспоминают о том, как это происходило. Да потому что мы минус нули Черноморский флот до Черноморской флотилии. Ну что-то даже прилетает уже в Азовское море этим негодяям. И как это нет россиян нет проблем, нет проблем, как это глаза не видят на российский военный корабль, потому что он уже ушел по нужному адресу, сердце не болит. Вот как это происходит. То есть как это просто в один прекрасный момент сильно изменились обстоятельства. Кораблей в флотилии стало меньше, ныкают их аж в Каспийском море. Слушайте, как это можно у них там стресс по ТСР. прячет корабли ЧФР в Каспийском море, потому что достаточно далеко мы там еще не бомбили. Новороссийск даже уже не выглядит какой-то базой. Там в оккупированной Абхазии кое-что они строят. А Чамчира этот порт называется? Я могу ошибиться, тут надо проверить. Название мне не очень знакомое было. Так вот построят там. Ну в Абхазии мы будем фигачить вообще без каких-либо сантиментов никакой шеврон не повлияет. Потому что через Новороссийский вывозят казахскую нефть. Ну так на секундочку. То есть нефть американских компаний или добыт американскими компаниями. Ну тут надо выбирать куда стреляешь. А если они разместят в Абхазии так сожгем все. Понимаете все пирсы причалы и так далее. Так что у нас еще Александр Бог. Почему в 16 так долго ждать? Их же хотели еще полгода назад поставить. Как это не сыпьте соль на рану. Еще раз я никогда не идеализировал наших союзников. И да они очень медленные и да они очень тугие. И да если бы решения сегодняшние были приняты год назад то война действительно бы уже закончилась. Но для нас если миф о России как государстве и люди которые там живут разрушился сразу с началом войны в Западе этот процесс происходит финализация этого крушения этого мифа происходит именно сейчас. Когда уже никто не боится Владимира Путина. Никто. Все говорят ну давайте это 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 и понеслось. еще раз там если мерить не жизнь у человека а какими-то этими геополитическими аризонами ну в этом есть смысл в действиях Запада. Я не буду сейчас тут крышить батон в сторону наших союзников потому что без них нам бы уже был акердык это тоже надо признать но и сказать что они сильно на нас экономят да я бы не сказал вот я тут посещал Украина НАТО форум по беспилотникам в Кракове недавно был потом был в Берлине на рекавери конференц там где вся Европа съехала знаете какой главный тезис могу вынести что ну как это со многим будут проблемы потому что война это страшно и дорого ну вот проблем с баблом такое впечатление что у нас не будет а как результат не будет проблем с оружием и были оптимистические разговоры в части сроков поставки понимаете может же действительно в какой-то один прекрасный момент группа американских пилотов обратиться к президенту Зеленскому и сказать что мы хотим украинское гражданство не можем как-то дальше жить без того чтобы ходить в вышиванках и эти самолеты полетят мгновенно со всеми вытекающими последствиями но даже если это произойдет не завтра то наши пилоты заканчивают обучение там есть масса нюансов там мне специалисты объясняли что есть специальности и профессии которым которым за короткий период времени обучиться или невозможно или очень сложно то есть бывают конечно там самородки которые там все хватает на лету но как это масса движений действий решений они как это откладываются со временем почему что все должно действовать на автоматизме человек должен как этот он не успел подумать точнее у него моторика должна идти быстрее мысли ну там есть масса слов можно по этому поводу сказать ясно одно что самолеты будут и бомбы будут что мне нравится война болотах они говорят что американские ракеты база которыми будут оснащены эти самолеты летят на 120 километров планирующие бомбы они сбрасывают максимум полет 80 километров что-то они еще смогут модернизировать не факт кстати но что-то россияне что же они там не останавливают свою фашистско-инженерную мысль но как бы правильно сформулировать ну в общем все абсолютно небезнадежно для нас и судя по всему полная безнадега для российских *** так Катерина Скрипченко проведет Катю мой дорогенький модератор по *** ездов до Кима могли спелковаться про провокацию певдений Кореи тут как это он ездил до Ким ездил к Путину а сейчас Путин теперь он собирается поехать к Киму я честно тут в некотором вроде сохраняю оптимизм почему потому что напасть на Южную Корею там сразу подключатся Штаты и будут бомбить и одно дело все товарищи Ким смотрят на безумца Путина и думают блин не у нас конечно все не имеет аналога все как мы любим на парадах мы там возим это все аплодируют и плачут от счастья все это есть но просто если ты начинаешь сталкиваться с реальной военной машиной то гляди гляди будет бобо ведь как это в войне такой как это понтов в чем главное отличие от реальной войны кроме кучи крови потому что войну понтов проиграть нельзя можно просто продолжать там понтовиться на телеканале россия один например а если ты уже начал бомбить то товарищ россиянин российский монстр не бомби и не бомбимым будешь вы нарушили эту заповедь и мы вам никогда ничего не простим и не забудем так друзья всех благодарю за стрим подписывайтесь на канал называем вещи своими именами российским оккупантам смерть и слава сборным силам именно сборные силы украины обеспечивают лозунг этого youtube канала украина была есть и будет до побачения анам анам лозунг later украина сборное украина вас